Всем привет! Меня зовут Ирина. Я обучалась у Александра Малова стимулинотерапией и хочу рассказать, как правильно в этот период его нужно употребить. Сначала по схеме нам нужно подготовить тело к этому очень серьезному препарату. И для этого нам нужно нанести его сначала на две точки. От края уха, переднего края уха мы ведем к центру головы с двух сторон. И попадаем в центре головы в такую дырочку. Вы почувствуете ее. Сюда одну капельку капаем. И от края, от заднего края уха мы также ведем и попадаем на точку Бай Хуэй. Туда тоже мы наносим одну капельку. Конечно же мы разводим стимулин, если он у вас концентрированный. Если вы покупаете концентрат девяти процентный, то вам нужно развести его один к двадцати. Как минимум. Но перед тем, еще перед тем, как только нанести на голову, вы должны сделать пробу на плече. Берете стимулин, которым будете капать на голову, то есть разведенный. И в районе плеча просто вот такую пятирублевую монетку рисуете стимулином. И только потом, когда у вас адекватная реакция на этот препарат, вы наносите на голову. Вы нанесли на голову и далее вам нужно подождать две недели. Две недели препарат находится в теле и работает две недели. Все процессы идут в это время. Не форсируйте события, не наносите его через неделю. Вот со стимулином нужно все очень четко соблюдать. Потому что этот препарат очень сильный, мощный. И индивидуально на организм он по-разному действует. У кого организм более подготовленный, очищенный, он, возможно, и не почувствует такое его действие. Но если у вас токсичное тело, если вы никогда не чистили кишечник, и вот это все у вас обитает, много патогена, то, конечно, стимулин может просто вырубить вас. Поэтому с ним аккуратнее. Прошло две недели. Дальше вы наносите снова сюда и сюда и паравертебрально кисточкой от шеи, прямо от основания черепа, с двух сторон вдоль позвоночника, ну, отступая где-то в фалангу пальца, вы вот кисточкой промазываете паравертебрально до копчика буквально, ну, до пояснично-крестцового отдела. Также мы это делаем не концентратом, а разведенным стимулином. Что дальше? Вот после, опять мы ждем две недели. И далее мы можем только его пить вовнутрь. То есть без вот этих вот основных точек не рекомендуется вообще вовнутрь принимать этот стимулин. То есть тело к нему нужно подготовить. Пьем мы концентрированный препарат. Сюда, везде, на тело мы наносим не концентрированный, а вовнутрь концентрированный. И начинаем мы с одной капельки. Я бы еще 9% стимулин разбавила до 5% сначала. Это тоже концентратом является. И пьем вовнутрь, начиная с одной капельки. Одну капельку в воду до еды, минут за 30. Разбавили, буквально в 50 мл воды. Выпили, наблюдаем за реакцией. Если реакция адекватная, мы еще несколько дней. Доктор Малый рекомендует прибавлять по одной капле в неделю. И мы идем горкой вверх. По одной капле, вторая неделя 2 капли, третья неделя 3 капли. Можно доводить до 10 капель. Как понять свою вот эту капельность? Сколько капелек вам нужно добавлять? По состоянию. То есть, если вам становится плохо, и вы понимаете, что все дальше вам уже никак тяжело, то тогда оставляйте ту дозировку, на которой вам хорошо, скажем так. И вовнутрь мы пьем горкой. То есть, дошли до 5 капель, поняли, что все, это ваша доза, 5 капель. Спускаетесь также по капельно вниз горкой. Снова пьете одну неделю 5 капель, вторую неделю 4 капли, третью неделю 3, 2 и 1. Почему сейчас хорош стимулин? Он хорош всегда, но сейчас он хорош особенно. В связи с этим вирусом, стимулин, он, ну, само название говорит за себя, да, он мощно стимулирует иммунитет. Вот. И, что очень важно, стимулин, он восстанавливает гуморальную связь. То есть, восстанавливает вот этот сигнал от мозга к внутренним органам. Желаю всем добра, здоровья. Если есть какие-то вопросы, можете писать мне в личку. Всего вам доброго. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok